Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня у меня вот в руках есть такой вот фрукт, который называется гранат. Все знают, что это такое, знают, что из него получается чудо-сок. Но не все знают, как его можно выпотрошить. Я сейчас покажу. Для начала берем нож и большую доску, надрезаем его таким образом, чтобы разрез у нас был поперек плода. Затем берем тарельку и раскрываем плод. Вот таким образом. У меня есть ложка побольше, вот такая. Мы отрезали, как вы уже поняли. Все, тут все супер классно. Немножко вот так можно размять его. Потом переворачиваем, начинаем стучать. Видите? Зерна падают в чашку. Единственное, что потом придется вот эти перепоночки выкинуть. Но это ничего страшного. Не забудьте одеть фартук. Потому что иначе вы можете забрызгаться. А гранатовый сок с трудом отстирывается от светлых вещей. Итак, мы получили практически чистую половинку. Все, мы ее оставляем. То же самое делаем со второй. Помимо того, что вы получили вот такую увесистую порцию зерен граната, можно взять ложку и их спокойно поедать. Но у меня здесь лежит зип-пакет. Вот такой вот. Не зря я его приготовил. Что я хочу вам показать? Что если в этот зип-пакет насыпать зерен граната, закрываем зип-пакет так, чтобы у нас было там немного воздуха. Ну, то есть, выгоняем лишний воздух при закрывании. Оп. Теперь кладем вот так. Берем какую-нибудь скалку. Я вместо скалки всегда использую вот такую, такой рулон пленки. И просто-напросто прокатываем. Зерна граната в зип-пакетики. Буквально 30 секунд. Куда я делаю рюмочку? Оп. Открываем уголочек. Раз. И получаем что? Сок. Настоящий гранатовый, свежевыжатый сок. И не надо платить миллионы на рынке. Ваше здоровье, господа. Ммм, этот сок вкуснее, чем на рынке. На рынке, видимо, выжимают вместе с перепонками, со шкурой, он вяжет немножко. Горчит чуть-чуть. А вот этот вот прям идеально сладкий, вкусный. Ну, и в зависимости от того, какой гранат, он будет либо более кислый, сладкий, или просто сладкий. А, приятного аппетита!